Здарова! Сейчас уже поздно, темно, я вот сидел тут как раз просматривал свои форумы, там свои гитарные эти, где меняться, продаваться с гитарами, потому что я сейчас продаю некоторые свои гитары, я там смотрю, кому где поменять, кому продать, и решил я это с вами сейчас сделать. То есть я сейчас покажу вам, на какие форумы я захожу на фейсбуке, там какие форумы захожу, как я смотрю, как я ищу. Я это в общем покажу, опять, это очень-очень такое, я ни разу этого не делал, ни разу не записывал на телефон, как я сейчас буду специально, кстати, смотрю, только чтобы записать для вас, так как я сидел, уже смотрел свои, это то, что я делаю каждый день, но думаю, сейчас я вот погуглю, как это записывается на телефон, ну этот экран телефона, и мы сейчас с вами пройдемся, так посмотрим, где что, где что и как. Так, давайте посмотрим, что из этого сейчас получится. Так, ну что, фейсбук, да, фейсбук, все спрашивают, фейсбук, типа, как так на фейсбук поменяться, в фейсбуке есть группы, да, вот у меня тут три, три сверху стоит моих любимых группы, которые я просматриваю, вот за день тут набирается больше 20 всяких там этих самых гитар, я вот вечером просматриваю, и так иногда время от времени у меня что-то получается здесь себе взять. Ну вот, например, зайти сюда, Guitars for Sale and Trade, тут 83 тысячи человек, участники. Вот тут красивые какие гитары продают. Ну вот тут вот просто вот так вот проходить, тут еще он кто-то Wolfgang Standard продает, вот, а тут я он видел выше, намного красивее Wolfgang Standard и дороже, ну ладно. Но это не Standard, почему-то написано Standard, я не знаю, что такое Standard, я знаю, что Special это дешевле который, а тут написано Standard и сделаны в Индонезии. Так, тут со мной кто-то меняется сейчас, вот чат мне тут предложить 400 долларов сверху чего-то там, а то я потом посмотрю. Так, тут кто-то хочет купить. Что интересно, это интернациональная страница, то есть здесь Европа, здесь есть Россия, здесь есть, ну как, чуть-чуть, конечно, Россия, но здесь есть очень много людей, кто тут что-то меняет и продает, он тут целую кучу Paisley Fender'ов, у меня я в видео говорил об этих гитарах чуть-чуть, их много в Японии делают, но это он американский, я так понял, за 5000 хочешь продать 4 штуки. О, я только себе вам, я только вам распаковывал черного, а тут уже он кто-то белого продает, близнеца, я извиняюсь. И какой-то NJ, ну это японский, серию Bissi Riche, ну и там посмотреть цены, там что тут за цена. 750, за что, за Шектор, за Bissi Riche, ну тут надо почитать, если кому-то интересно. Ладно, High End Guitars, это 19 тысяч практически здесь участников, также здесь много международный интернациональный форум, по-моему, модератор он в Австралии сидит, тут есть и европейцы. Я тут, кстати, менялся, вот тут Custom Shop за 2700, Warwick Bass за 3000. Что-то тут ещё не загрузилось пока. Ну то мы, ладно, сюда придём. Тут, кстати, он, когда запастиваешь сюда, оно не сразу, он потом все проверяет посты и потом их выставляет. Меньше полторы тысячи он мне не разрешит. И это моё любимая страница. 30000 всего здесь, но это в основном здесь американские аудитории. И тут ребята проверенные. Именно я уже с многими из них на форумах на разных, там менялись мы с ними по 8, 10, 15 раз. ESP, M7, Япония, Custom Shop, 2500. Что-то увеличенное тут. Мензура до баритона. Потом легатор, ниндзя, понятно. Тут в основном тоже, что мне не нравится, в последнее время появляются вот эти вот... Все вот эти... Всем струны выше, и вот эти все бутиковые такие дрочки гитары. Ну, там, чисто для там с мультимензурные там и так далее. Но иногда можно и вот старое что-то найти. DBZ, Venom, Washburn, что-то тут. DBZ у меня ни разу не было, но всегда хочется попробовать. Чисто попробовать. Я слышал, что они тяжёлые, как зараза. Но интересные на вид. Но что-то он, по-моему, хочет за них много. 650 баксов, ну, нормально, но... Ну, тоже. Короче, потом есть такие вот страницы. Просто это владельцы гитар, допустим, любого EVH гитары Wolfgang. То есть, Ernie Ball, Music Man, Peavy там и уже EVH. И тут просто люди хвастаются, ну, там, или гордятся своими гитарами. Но иногда они могут сказать, что, мол, типа, вот у меня тут моя любимая гитара, ну, нужно продать. Потому что... И на этих, кстати, форумах выходят очень хорошие предложения. Потому что они там, ребята, всё, мне нужно гитару продать. Там жена разводом пукает или там ещё как-то. Но не хочу её продавать никому другому. Хочу только, чтобы она перешла, ну, там, в руки. Людям, типа, которые в этом участвуют. Джексон Чарвелл. Джексон Чарвелл. Я... Всего три с половиной тысячи, но этот форум был Джексон Чарвелл. Я там менялся ещё до Фейсбука, до всего этого дела. Тут в основном Чарвелл гитары. Они меняют. И в последнее время что-то одни какие-то тут... Вот тут красивая гитара, конечно. Ну, какие-то они тут это... Ещё одна красивая какая-то. Они здесь дешёвые все. Джексон там за 200 баксов там и так далее. Но это чисто, ребята, по Чарвеллу и по Джексону здесь. Ну, мои они уже посты не убирают, потому что меня знают. Раньше они там пытались убирать, но сейчас, по-моему, поменяли. Что, мол, типа, если обмен, то пусть меняют. Типа, может, на Чарвел поменять. А раньше надо было писать, типа, там, меняю только на Чарвелл и так далее. Гром Нудлз. Вот Гром Нудлз ещё это, это. О, какая красивая гитара. Джексон, Фил Коллинз, 1000, 2000, короче. Что-то Фил Коллинз, я не знаю, сколько. Как при цене их вижу и по 400, и по 1400, и по 2400. Там что-то непонятно. Фридмен, Амплифайеры. Ну, короче, вот, Фейсбук вон такой. И вот так вот потом я листаю вот эти вот все страницы. Там, Джексон, Made in USA. Но это не для продажи, это просто Джексоны, а не это. Ну, хвастаются опять своими Джексонами. Ну, иногда можно там. С этим чуваком я чуть не поменялся. Рэндалл Пирсон, я с ним меняю всё время от времени. Но он дилер. Кизл. Тут только кизллы. Только кизллы и Карвины вот тут меняют. Я, кстати, как-то сюда запостил что-то другое. Но написал, типа, я поменяю на кизлл. Не, нифига. Сразу всё упирается. Только кизллы, только Карвины. Вот если кому-то надо кизл, Карвины, они могут подписываться на эту и идти меняться. Ну и так далее. А потом тут идут всякие вот гитары. Worldwide Buy and Sell. Это всего 350 человек. Тут ничего такого не получилось. Короче, у них никто не подписался. Но мне вот этих вот трёх вполне-вполне хватает. Тут зайти и смотреть. Тут гитары интересные бывают. И красивые. И кастом шапы всякие тут. Кто там хочет купить фэнси гитар. То есть интересные гитары. Короче, Facebook. Сейчас мы пойдём на... Какие форумы я захожу, да? Ну, основной форум это Gear Page. Gear Page на Buy and Sell. Тут можно... Emporium. Это значит место продажи. То есть здесь эмпы и кабинеты. Гитары. Педали. Digital and Madeleine. Там можно покупать вот эти XFX, Camper и так далее. Басы, запчасти, оборудование для записи и другие музыкальные инструменты. Короче, я здесь в основном иду на гитары. Тут вот интересно ещё, что... Тут правда надо... Если серьёзно тут что-то продавать, нужно платить, по-моему, 50 долларов в год взнос. И тогда тебе разрешается там по 10 постов в одно и то же время здесь. А если бесплатно, то там, по-моему, 2 или 3 поста можешь в одно и то же время. То есть больше трёх постов нельзя. И там сколько-то там картинок можешь... Ну, короче, тут что-то... Ну, вот тут написано... For Sale. For Sale or Trade. Ну, то есть просто на продажу. На продажу и обмен. Вот тут Валерий Ивашенко, 59-й. Ивашенко, кстати, если кто не знает, очень-очень хороший мастер. Тут он, чувачок, за 4,250 хочет продать. Но это не 59-й уже, это что-то тут Валерий своё придумал. Раньше он делал полные копии. Ну, вот Валерий, он, да, он всегда высылает такие фотографии, где... Как он делает. И тут ещё, как интересно, можно нажать. Можно нажать на вот этот зелёный прямоугольничек. И тут будет... Тебя придёт именно на For Sale or Trade. То есть ещё можно посмотреть, там, что тут можно где-то найти и потрейдиться с кем-то. А можно и вообще вот так сюда в Search набирать. Допустим, Custom Shop. Вот ищите вы себе Custom Shop или хотите поменять Custom Shop на что-то. Думаете, что кто-то ищет Custom Shop. Набираете Custom Shop. Вот тут написано Fender Custom Shop Relic. Fender Custom Shop. Fender Custom Shop. Fender Custom Shop. Gibson. Ищу Custom Shop. Fender Custom Shop. Fender Patrick James. Вот тут он поменяется на какой-нибудь Custom Shop Fender. То есть, если у вас есть пас Custom Shop Fender, и вы хотите найти кого-то, чтобы он поменять, и тут можно на вот эту гитару поменять Fender Custom Shop. Что это такое, я толком не знаю. Swamp Ash Body. То есть, это будет очень сильно такое что-то стратовское, очень стеклянное, до беспредела, я бы так сказал. Gibson Custom Shop. Тут ещё Custom Shop Charvel. Вот Custom Shop Charvel, если кому-то надо. Но этот я видел, он уже здесь миллион лет стоит. Он стоит на другом форме, которым я сейчас вам покажу. Короче, понятно, да? Тут чисто Custom Shop. Или, допустим, надо там, я не знаю, ESP. Это интересные гитары, кстати, были как-то. Я так смотрел, графика у них красивая, интересная, всё, но что-то я не знаю. Как-то они вышли так, сколько он хочет за неё. Что-то я не увидел цену, не помню. А, 675. Ну, это нормальные гитары за 700. Так вот тут ESP-E2, ST-1. Ну, то есть, стратокастер такой. 25 гитар. Кстати, Adam of Angels, это барыга ещё очень-очень-очень известный здесь. Он иногда... Он тут такие делает, массовые, массовые выкладывает эти. По 30 гитар, по 40 гитар. Тут вся его коллекция стоит, я не знаю, там, 50 тысяч баксов. Но этот чувак, он так... Он когда с тобой меняется, он хочет, чтобы ты ему свою гитару давал по самой низкой цене, а он тебе будет свою давать, как она самая топовая цена практически. И он их не собирает ничего, он так... Потому что я знаю, пару раз мы с ним когда менялись, когда-то мне удавалось его как-то сбить так, чтобы хотя бы напополам, ну как, на равных с ним меняться, потому что у него гитара интересная. У него тут Гована, Чарвелла, у него 1, 2, 3. Потом вот это Кнагз у него интересный. Сур. Кнагз опять. Энджел, этот, как его, Том Эндерсон. Энджел. Ещё Том Эндерсон. Аристайдс, 0,660. Сур. Что тут ещё Сур, он какой интересный. Вот эта у меня гитара была. У него эта гитара была, он её поменял, потом я её поменял, потом он её назад выменял, и сейчас опять пытается. Это Майонез. Майонез 25-го, 25-летний юбилей. Хорошая гитара, очень широкая у неё была. Гриф у неё был очень широкий, я её помню, не смог к нему привыкнуть. Вот тут он, PRS у него, PRS. Ну, короче, вот так бывает, что с ним поменяешься, он гитару твою ещё не получил, но он уже её кому-то поменял, и он чисто так получает и отправляет сразу. И у него так некоторые были даже иногда проблемы. Ну, видите, какой ЛС Пол Кастом. Ну, 4 500 – это его топовая цена. И вот, наверное, проблемы были, что он с кем-то поменялся, ему приходит гитара, он её сразу отсылает. А иногда может даже вообще сказать, типа там, а ты мне её отсылай на мой другой адрес там. А другой адрес уже третьего чувака, с которым он уже на что-то другой поменялся. И вот этот третий чувак получает эту гитару, которую Адам ещё не открыл, не посмотрел, что внутри. И потом... А там что-то не так, как когда обваривались. И вот потом он Адаму начинает разговаривать. Там с ним, типа, что ты мне там, и так далее. По это самое. Ну, там, я слышал. У него даже на форуме его пару раз, пару раз его, так сказать, вызывали на ковёр на форумский отвечать за базар. Ну, какой сур интересный. Это R9, да, R9. Ну, короче, Адам, он такой чувак. У него, если вот ему нравится... У тебя есть какая-то гитара... У него есть гитара, которая тебе сильно понравилась, то себе в убыток ты, конечно, можешь поменять. Но я с ним уже давным-давно не меняюсь. И он мне даже уже не присылает никаких этих... Так, ну ладно. Короче, все знают... Он мне не присылает никаких предложений. Все знают Reverb, правильно. Тут он... Интересные гитары продаются у чувака под названием Metal V, да. Какие интересные гитары. Что-то тут месседжи мне прислал. Интересно, наверное, посмотреть, что... Короче, Reverb. На Reverb это как eBay. Только что заходишь и ищешь там, что тебе надо. Надо нам, допустим... Я не знаю... MX... Надо нам MX-250 ESP. Это гитара, которую я всегда возьму, если она попадется по нормальной цене. Вот тут есть одна за... Идфак за 30 тысяч, например. Ну, это кто-то вообще полностью уже потерял страх, стыд и все, что хочешь. И хочет 30 тысяч за Идфак. И он у него 7 офферов. Ну, это по-любому 6 из этих 7 офферов у него были 3 доллара, там 5 долларов. Ну, потому что люди понимают, что... Ну, что это за чувак. Это ж беспредел полный. Он еще там что-то подыграл. Ну, это с Турции он продает, чувачок. Что он еще продает. За 7 тысяч он Les Paul Custom хочет продать. Iron Cross за 5 тысяч хочет продать. Washburn Dime за 8 тысяч хочет продать. MX-360. 360 это как MX-250, только с вот этими... С квадратными, как у Гибсона Les Paul инкрустацией. За 9 тысяч. Этот за 8. Короче, он что-то сильно тут цены, да, у него. Washburn Dime за 1200. Это за 1300. Это, ну, USA Bridge Pickup. Ну, это, то есть, все, что там в USA есть, это этот звукосниматель. А он ее продает по цене, что как вроде бы штатовский... Что тут написано? Ну, да, это импорт какой-то. Короче, понятно, да, вот тут MX-250, Custom Inline, Coa. Ну, это на заказ сделано недавно. Это не Headfield'овский уже, это так себе. Ну, короче, просто Explorer, который был 25 тысяч, он его снизил до 12. Короче, это Reverb. Есть еще... Ой, кстати, если никто ничего не смотрел здесь, особенно вы, фанаты Арии, вы по-любому уже это знаете, но если не знаете, зайдите вон, посмотрите. Это гитары Владимира Холстинина. И он, вот есть у него на продажу гитары. Вот это все внизу, которые написаны sell, это все он продает. Вот, например, Дин у него красивый. Может, даже я ему, у него и спрошу, что тут, да как с этим Дином. И Владимиру можно писать, вот, допустим, смотрите, вот вам нужен этот Монарк. Вы на Монарк, там написано вам 3000 долларов, 2900. И писать ему или сюда, или ВКонтакте. ВКонтакте ему надо написать, я с ним через ВКонтакт тогда познакомился. Это Stealth. Stealth я сам лично пробовал. Гитара отличная, но она чуть-чуть тяжеловатая для Владимира. Ну, короче, это Владимир. Тут он у нас... Тут, кстати, вот эта интересная страница. Если кто-то не был на этой странице, зайдите, посмотрите. Тут тоже интересные, тут эти всякие гитарки какие-то появляются. Тут страница называется «Гитарная история». Тут много интересных фотографий. Так что, если кто-то ещё не подписан, заходите вон, смотрите и подписывайтесь. Так, ладно. Пойдём мы на ещё один веб-сайт и на этом закруглимся. На ReadTalk. Тут, кстати, ReadTalk на телефоне очень плохо работает, очень мелкий шрифт. Но когда-то это был самый мощный сайт на продажу и обмен. Вот ещё в 2010-2011 году лучше этого сайта не было. Это я здесь ещё по инерции, так сказать, остался. Но тут вот этот Charvel Custom Shop, который вы видели потом на другом сайте. PRS, DGT, Color Custom One-Off. Но тут иногда может попасть. Тут я, кстати, купил Ouija вот эту чёрную. Но тут есть хорошие, конечно, появляются такие, ну, ребята именно такие, которые чисто себе, своим хотят продавать что-то или менять. Здесь интересно. Но уже мало людей, все перешли там в Facebook и так далее. Этого я знаю. Он у меня на Facebook друг. FireCell. То есть, это FireCell, значит, что он по-быстрому нужно продать. Типа, бросовая цена, вот этот Jackson 7-струнный. Со специальной краской. Он его за 1800 продаёт. Я с ним менялся не раз. Он фанат Джексона. Он состоит в Джексоновском этом сообществе, в котором мы состоим. Malmstim Style Partcaster. Partcaster, то есть, это сделано из запчастей. И он ничего не должен стоить. Короче, вот, да. Jackson Soloist Custom Shop. Тут гитары интересные. Это не тут, тут такого, всякого, всякого непонятного здесь мало. Тут вот Custom Shop дорогая, правда, конечно. Но для неё... Ну, это, опять же, это на коллекционеров. Тут вот кто-то хочет себе некоторые гитары. Ну и всё, собственно. Короче, вот так вот я и в основном провожу свои вечера. Это вот, захожу на вот эту страницу и листаю. Вот тут у меня всё. Ибанезы просите купить и посмотреть. Вон тут какие-то ибанезы. Вот тут и с Кракова, это с Польши, да, тут кто-то продаёт. Семиструнный Majesty. Что он за него хочет? Две с половиной тысячи долларов. Ну всё. Как говорится, если досмотрели до этого момента, то там пальцы вверх жмите. Вам это сильно дорого не стоит. А нам всем, ютуберам, приятно. До следующего видео. Следующее видео будет скоро. Это я так сделал такое. Быстрое, так сказать, видео, пока я сидел, сидел, смотрел на свои форумы. Я вам решил их показать. Если понравилось, то скажите, и я тогда, может, там, дальше сделаю видео, там, как именно проводить обмены, чтобы не кинули, чтобы как там аккуратно всё отослать, может, даже как запаковать, как не запаковать. Вот, и всё в этом, в этом ключе. Я ещё могу сделать одно такое отдельное видео, если, если нужно. Ну всё.